Данил Химчук Свою работу Даниил начинает с инструктажа по технике безопасности. Всем новеньким рассказывает о правилах поведения и только после этого выдаёт атрибуты для игры или спортивный инвентарь. Ребята справедливо называют его своим вожатым. Вожатый очень замечательный. За всем следит, всегда вовремя приходит, уходит. Всё по режиму, всё отлично. Без него нам скучно становится. Ну вообще он весёлый человек сам по себе. По своему организатору скучают и воспитанники площадки Ворошилова 4. Ведь Дарья Дробяга ежедневно для них организует не только игры, но и соревнования. В списке этой площадки 29 детей. Я их записываю. Те, кто на площадку приходит, я говорю, давайте я вас запишу. На площадке будет весело, будут проходить какие-то конкурсы, мероприятия будем организовывать. Как, к примеру, сегодня по шашкам. Мы с Дашей играем в разные игры, очень веселые. На площадке так весело. Я сюда хожу с удовольствием каждый день. На момент нашей съёмки девчонки и мальчишки состязались в шашечном турнире. С одной стороны ребята с Ворошилова, с другой – Белинского, 37. В проведении таких мероприятий юным организаторам помогают инструктор и эксперт по спорту. Вместе с Дашей они волновались, что участников будет мало. Мы ожидали 8 человек, что всего придут и не наберётся даже, боялись. А набралось больше 10. И вот дети борются и воспринимают очень серьёзно. Спортивные мероприятия на площадках проходят ежедневно, рассказывает Алина. Накануне команды играли в стритбол. Соревнования провели в соседнем дворе микрорайона. Победила дружба. Определились и лучшие гроссмейстеры по итогам шашечного турнира. И вручили медали и сладкие призы. А кубок получила Дарья Дробяга. И здесь её площадка отключилась большим количеством победителей. Поздравляем ответственность за площадку. Максим Динкель сейчас в гостях на Ворошилово, где участвует в соревнованиях. Он посещает площадку Белинского, 37. Не пропускает ни одного дня. Я всегда тут хожу от 6 часов до 9 часов почти. Но прям до 9 часов пока там не ушли, не закончилось ничего. Мы играем в футбол, в баскетбол, в волейбол. Нам очень интересно. И мы не просто там сидим, а развиваемся, играем в весёлые игры. На Белинского организации игр занимается Вероника Кравченко. Её списке уже 40 человек. Когда приходят, они расписываются. По технике безопасности я их даю инструктаж, чтобы они не бегали по дороге, чтобы они на великах, если там вдруг машина, надо на обочину. В городе сейчас работают 20-летних площадок, где с ребятами занимаются организаторы досуга. Их задача – отдых ребят сделать насыщенным и интересным. Вот такое лето у воспитанников лагеря в Центре развития творчества детей и юношества, который, как и все, открылся 8 июня. Здесь ребята отдыхают и занимаются творчеством. 40 минут в день для них проходят мастер-классы. Один отряд танцует, другой рисует, третий занимается вокалом. На следующий день они могут меняться местами. Поскольку учреждение творческого развития детей, то работу свою мы и выстроили таким образом, соблюдая полностью режим отдыха детей, но обязательно с развитием творческих способностей. Это все педагоги Центра творчества, и педагоги прикладного искусства, и педагоги изобразительного искусства, и танцевального, и вокального – все привлечены к работе с детьми. День начинается с зарядки под музыку, после которой в приподнятом настроении ребята пребывают весь день. Делятся, что домой им уходить не хочется. Я хожу в этот очень хороший лагерь. У нас тут каждый день очень хорошо кормят, каждый день мы гуляем, и каждый день проводятся очень увлекательные и хорошие игры. Мы тут учимся танцевать, петь, подделки делать. И сегодня мы делали вот такие вот красивые розочки. А это Солнцеград. Ребята его называют не просто лагерем, а маленьким детским городком, который находится в эколого-биологическом центре. И об этом они готовы рассказывать всем часами. Солнцеград – это как наш город Грымск, город такой маленький. Здесь много детей, здесь очень интересно. Мы по сказкам лепим сказку из пластилина. И потом еще сначала выступаем по этой сказке, а потом эту сказку сами лепим. В Солнцеграде три отряда, которые посещают 30 человек. Каждый день здесь носят разный тематический характер. Так, первый день был знакомств, второй – открытие. А вот в день нашей съемки – самоуправление. Ребята выбирали министра и мэра. Но от экологического направления здесь не отходят. Когда ребята защищают экологию, природу от мусора, то есть мы выходим в парк Крымского консервного комбината. У нас свой парк в детском эколого-биологическом центре находится, мини-парк Флора Кубани. Ребята также пытаются сохранить эту красоту от сорняков, от мусора, если кто-то насорил. То есть ребята вносят свою лепту в трудовой деятельности также. Лагерь «Прометей» расположился в городской третьей школе. Ребятам здесь нравится и школьные товарищи рядом, и отдых вместе полноценный. Вот сейчас, на момент съемки, воспитанники «Прометея» вернулись из бассейна, где они занимались плаванием около часа. Экскурсии и прогулки для них организуют каждый день. Распорядок дня плотный. Сначала у нас зарядка, потом у нас после зарядки завтрак. После завтрака у нас пока свободное время, а потом, может быть, будут какие-нибудь мероприятия. После мероприятия у нас обед. Мы победили, и у нас опять будет свободное время. Когда у нас в три часа лагерь закрывается, мы все расходимся по домам. Такая загруженность ребятам по душе. Как вам тут живется? Нормально? Отлично. Мы играем в различные игры, рисуем. В Крымском районе по такому же принципу в июне работают 25 лагерей дневного пребывания. И в каждом свои традиции – индивидуальные программы здоровления детей, чтобы до начала учебного года они не только отдохнули, но и набрались сил и энергии.